Приветствую вас. Очень жаль, очень жаль, что вы не пояснили характер, да вот, характер неосведомленности вашего отца. То есть, вы не рассказали, как у него эта неосведомленность проявляется, в чем. То есть, возможно, ваш папа, да, он человек такой старой закалки, вот, и ему, конечно, сложно принять современные тенденции, да, о том, что обращение к психотерапевту, к психиатру, да, к врачу, вот, ничего, как бы, страшного и, ну, не влечет, да и психочки сейчас уже совсем не такие, какими они были раньше, да, когда туда всегда запирали людей, да, и потом оттуда нельзя было выйти, вот. Знаете, а, то есть, вот, именно степень неосведомленности, то есть, природа неосведомленности, она очень важна, если это возрастная природа, да, то есть, просто папа вот силу возраста своего не может эти вещи понять, допустим. Ну, здесь, конечно, ситуация достаточно сложная, потому что вряд ли вы ему сможете объяснить что-то, вот. Силу возраста своего, вот, как дочь, ну, вот. Если это неосведомленность какого-то другого плана, да, не возрастала, вот, здесь еще шансов больше, но, опять же, если ваш отец, он переживает сейчас такое состояние, да, то он вряд ли вообще способен воспринимать какие-то рациональные доводы и объяснять ему что-либо вообще, на мой взгляд, прям, вот, бесполезно, совершенно. Да, да, то есть, у него обострение, ему тяжело сейчас, вот, вы говорите, что у него тяжелое депрессивное состояние, сопровождающееся постоянным неконтролируемым плачем, понимаете, то есть, это действительно серьезно. И в таком состоянии, когда у человека чисто бурля, да, вы ему ничего не объясните, ну, это невозможно, невозможно, невозможно такому человеку объяснить ничего, вот. При всем, как бы, вот, желании, да, объяснить, ну, нереально объяснить это. Поэтому, тут, сколько, вот, можно говорить о принудительной, ну, о принудительной госпитализации, вот, и, соответственно, обещания поддержки. Это, вот, наверное, единственное, что я думаю. Вот, если отец воспринимает, значит, доводы, то, соответственно, можно ему объяснить, вот. Просто можно ему, можно ему последовательно, вот, снова и снова объяснять, по сути, одну и ту. Вот. Так, знаете, эээ, мягко здесь, эээ, не получится, там, именно мягко. То есть, тут, тут, знаете, дело не в мягкости. Тут дело в, эээ, смысле, на мягкости вашей может уйти очень много времени, и, а что будет хуже? Еще. Вот. В таких ситуациях, когда человек теряет над собой контроль, а, вот. Ему нужна, нужна, нужен, нужен, нужен родственник, который будет принимать у него решения. И, если будут решения жесткие, это могут быть решения непопулярные, но, если ваш отец человек разумный, адекватный, то он обязательно, обязательно оценит, что ты сделаешь для него, и, в общем-то, никаких обид, там, ничего на вас дражать не будет. Вот, видите, в силу того, что он, что у него есть, у него есть склонность к своей цели, да, то есть, вот, есть риск того, что он тут с собой сделает. Вот. Поэтому будете ему говорить об этом, может быть, даже еще больше его, его рану развердите, вот. Он может сказать, типа, ага, вот, там, избавиться от меня хотите, ну, типа того, да, как вариант. Может быть, такая история. И это, конечно, вот, пойди, пойди попробуй, да, убеди его в том, что это не так. Не получится, что-то, как бы не хотели, как бы старались, получится. Вот. Поэтому просто, вот, можно поговорить о том, именно, в консекции, вот, проблемы, да, то есть, вот, папа, вот, понимаешь, что с тобой происходит? Да, понимаешь, что это тебе плохо? Вот. Сейчас тебе нужна помощь. Допустим, допустим. Вот. Что ты готов сделать? Я вот, например, вижу только один, один, один выход, да, обратиться кое-каку. Вот. Нет, это не психулочка, нет, это мы будем, как бы, постоянно, постоянно себя навещать, навещать, там, и так далее. Стоп. Ну, это, как бы, единственный выход. Ладно? И, потом, брат, и настаивать на этом. Потому что, а, знаете, человеку, любому человеку, а, вот, показав же, что, в этом ситуация, да, вот, ему важны не слова. А, человеку в такой ситуации важны чувства, эмоции. Если вам будет чувство, что вы говорите уверенно, если вам будет чувство, что вы говорите, вот, ну, так, как будто, прям, вот, вот, знаете, о чём говорите, то проблем не будет. Никаких, никаких вообще у вас. Ну, а если вы будете поддаваться, да, на его какие-то, ну, на его позиции, на его возражения, на его сомнения, на его страхи, вот. Если вы будете поддаваться, то есть очень большие риски, что, что отец это воспримет, как, какой-то, знаете, вот, негатив к себе. Так что, вот, они, вот, они поддались, они поддались, да, поддались, не поддались, ну, если они поддались, значит, я правду. Вот, вот, стали оправдываться, ага, стали оправдываться, значит, это вот всё, значит, я верно думаю, верно думаю, правильно понимаю, ну, и всё, и пошли до поздно поехали. Ну, вот, то есть, как бы здесь, действовать нужно решительно. Другого пути, друг у друга, другого пути, а вас нет. К сожалению, просто надо. Если вы хотите помочь своему папе, да, вот, именно помочь хотите, то другого пути попросту, попросту нет. Другой вопрос, другой вопрос, что, насколько всё прозрач в этом учреждении, куда выбрать это, то есть, как там принимают, например, больных, ну, больных людей, да, которым, нужна помощь, там, и так далее. Вот. То есть, если больному всё рассказывают, да, там, показывают, всё объясняют, и с ним относятся адекватно, что у человека никогда не возникнет такого чувства, что он в психушке. Вот. Ну, самый лучший расклад, самый лучший расклад, который может быть, это, конечно, если вы скажете что-то типа того, что, давай, просто посмотрим. Вот. То есть, как бы, просто посмотрим, просто проверим, просто изучим. Вот. То есть, просто пойдём, и ты посмотришь, как там происходит всё. Вот. Как, 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 как там обстоят дела вообще. Вот. Я думаю, так можно будет сделать вам то, что вот реально то, что можно. Пусть ответ с вами, да, придёт, да, он будет знать, что он сейчас туда не ложится, не ложится, да, что он может уйти, что он волен уйти в любой момент. Ну, это позволит ему расслабиться. А там с ним поговорят, покажут, он видит, что ситуация, на самом деле, не такая уж, что тяжёлая, что он ни в каком заточении, да, то есть, если он там, ну, не буйный, грубо говоря, да, то никто его сопирать, сопирать никуда не будет. Боже мой. Вот. Вот. Ну, ещё раз повторяю. Ещё раз повторяю. Очень важно, какое заведение. То есть, если в этом заведении к людям относятся не очень здорово, или, если есть, например, у вас сомнения в этом, вот, то вы извините, но отца вашего, там будет, ну, скорее всего, тяжело. Вот. То есть, скорее всего, отцу вашему не понравятся там. И в итоге вы сделаете ещё хуже. Вот. Ну, вообще, насколько вот я знаю, да, что в таких учреждениях должны быть, вот, например, такие истории, да, когда человек просто приходит туда и с ним уже, по сути, ну, с ним разговаривают, успокаивают, показывают, объясняют. То есть, как бы, абсолютно полностью, да, это безопасность. Безопасность. Вот. То есть, это, как бы, норма, нормально, это, то, что должно быть, в общем, принято, вот, так-то, поговорите с представителями больницы и сказать, что, так-так, хотели бы привезти отца, просто, посмотреть, как чего, на прогулку там. Ну, ладно. Вот. И просто-напросто сделать это. Вот. Я уверен, что ваш отец пытался, знаете, то есть, ему, как мужчине, да, вот, как мужчине, ему вдвойне тяжелее, потому что он ещё чувствует свою беспомощность, слабость. Человеку, человеку, это неприятно. Ну, любому, любому неприятно, а мужчине вдвойне. Тем более, мужчине, вот, с такому, как ваш отец, да, вот, классическому, такому, мужчине. Мужине. Вот. Поэтому здесь очень важно, вот, чтобы вы, прям, очень деликатно. Все это делали, вот, чтобы ни в коем случае не нарушались, вот, границы отца, вот, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы ему было спокойно, чтобы он не волновался, вот. И я думаю, что тогда у вас всё получится, у вас всё будет здорово. Тогда и отцу будет хорошо, и вам будет хорошо. И, собственно, я думаю, что тогда у вас всё будет как раз, прогресс наблюдать. Вот. Ну. В отношениях. В ваших отношениях. В смысле, у вас подобное состояние, да, оно произошло как бы не на ровном месте. К сожалению. Вот. Я думаю, так что. Вот. Так вот, вам, примерно, можно ответить. Примерно. Вот. Может быть, может быть, этого мало. Может быть, вы хотели бы больше, но тем не менее. Тем не менее, исходя из того, что вы написали, я думаю, что это не будет. Вот. Я думаю, что это вот вам можно ответить так. На ваш вопрос. Который вы задаете. А, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.